Привет, друзья! С чего мы начинаем рисовать вот такую птичку? Сначала мы смотрим на пропорциональность двух основных частей. Это как относится у нас голова к туловищу. По сути, это то, насколько вот этот шарик меньше, чем вот этот шарик. Нам нужно с вами сначала нарисовать спинку нашей птички и от нее уже дальше прорисовывать голову и туловище. Мы сами здесь рисуем под тем же самым наклоном в спинку. Переносим, проверяем. Здесь мы уже сами делим пропорционально. Смотрим наклон головы. Вот у нас получается, какую часть занимает голова. Если мы смотрим прямо до хвостика, остаточек спины, у нас голова входит раз-два раза. То есть, по сути, у нас здесь раз-два-три одинаковые части. Это место у нас будет до хвостика. И мы сами остаточек. Вернее, даже не остаточек, а то, что у нас есть делим на три части. Здесь будет голова, наклон повторяем. Смотрим, что у нас вот эта линия идет практически вертикально. Здесь ступенька совсем небольшая. Вот здесь вот между крылышком, между спинкой и началом головы. Дальше мы сами что смотрим? Здесь, в принципе, можно серединку головы, даже не серединку, а вот как у нас глаз идет. У тебя глаз прям четко посерединке, кстати говоря. Вот он. Глаз и эта же линия у нас будет указывать на направлении клюва. Здесь мы с вами смотрим, насколько наш овал овалист. Здесь мы можем с вами посмотреть, сколько у нас высота нашего овала входит в ширину больше половинки. То есть мы с вами берем высоту больше половинки и здесь заодно отмечаем, что вот тут будет глаз, кстати говоря, нашей птички. Смотрите, серединку берем. Высота от сих до сих. Мерю от затылка и, вот видите, утыкаюсь в глаз переднюю линию. Так. И смотрим, что у нас с вами вот отсюда, от затылка до глаза. И от глаз не мерим. От передней точки глаза до клюва здесь неравные расстояния. То есть вот это от затылка до глаза чуть больше, чем от глаза до клюва. То есть берем вот это расстояние вперед и берем чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Птичка такая вся у нас устремленная в правый верхний угол. Смотрите, ее визуально не смажьте, чтобы она ее вот так вот не растянула. И поехали. У нас здесь с вами клюв получается на расстояние от глаза находится на небольшом. Немножечко наметили его, чтобы нам понятно было, что у нас клюв улазит. И смотрите, здесь нам нужно с вами понять по линии наклона, как у нас вот вот от затылочка до клюва. Вот этот вот наклон нас интересует. От затылка до начала клюва, вот где переносит вот это заканчивается. И от вот этой точки, где у нас клюв, вот эта точка начинается. О, и до самого, и до кончика клюва. Поэтому давайте еще раз от затылка до начала клюва и от внутренней части клюва до краешка клюва. Отмечаем. Здесь у нас получается клюв вот так идет. Нижняя часть клюва, обратите внимание, она идет сначала под прямым углом. То есть здесь расширение начинается. Вот оно. И потом наверх. У нас здесь с вами получается синенькая крылышко. Крылышко прямо у нас напротив вот этого уголочка клюва. Вот он начинается крылышком. Крылышко у нас здесь вниз уходит под вот такой формой. Напополам у нас делится здесь перышки внизу, а здесь мелкая такая кучка перьев. И у нас с вами осталось дорисовать переднюю часть тельца, грудку и животик. Насчет перышков вот этих вот крупных. Мы сами в принципе можем их наметить здесь на этапе эскиза. Мы два яруса давайте отметим с вами, потому что в принципе я здесь вижу вот такое вот деление плюс-минус. И от него уже будем плясать от этого деления. Так, можно здесь еще вот так отметить. Как у нас этот хвостик идет наверх и от него еще тоже крылышки будет понятнее рисовать. На пересечении вот оно перышко. Перышко, вернее. Перышки будет понятнее как рисовать. Здесь маленькая, большая. Обязательно один в один здесь рисовать. Главное вот несколько их отметить. Если мы сами дальше будем рисовать еще в цвете, то можно прямо отметить тёмные места. У нас ревод на пятно такое тёмное. Здесь сбоку, слева от глаза начинается такая пушистая темная часть. Здесь у клюва, ноздря, дырочка. Вот здесь вот получается вот в этом прогибе. И здесь у нас будет веточка. Можно глазки наши затушевать, вот так вот заштриховать. Резиночкой. Блик. Немножечко заштриховать вокруг глаза, чтобы глаз выделил сам подочек. Немного сделать растушевку, такую неактивную. Направление, да, с перышком. Также несколько можно высветлить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если нужно, даже мы с вами можем прибегнуть к черной краске, либо к туши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok